Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня мы раскрываем тему сексуальной терапии семейных пар. Вот такая, на мой взгляд, очень интересная тема. И пригласила раскрыть эту тему в полном объёме психотерапевта, психолога Олеся Чучалова. Олеся, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, похвастаемся немного нашим слушателям, что мы с вами вернулись с Международного конгресса, где, кстати, говорилось как раз о психотерапевтической и психологической помощи семье, детям, также обществу, ну и государству в целом, получается. Это такой огромный комплекс. Главное, чтобы сейчас это состояние семьи встроить правильно. И одной из линейок, одной из направлений была как раз тема сексуальной терапии семейных пар. Ну, мы с вами чётко понимаем, что семья бывает крепка, когда задействованы многие аспекты, да. Это хорошее воспитание, когда есть дети, когда есть материальное благополучие этой семьи, да. Но бывает всё это в наборе, а вот с темой сексуальности, да, что-то начинает хромать. Но на это есть специалисты. Но самое главное, чтобы у семейной пары появилось желание разобраться, что происходит не так, или что сделать для того, чтобы всегда было так. Итак, Олеся, что это за направление сексуальной терапии семейных пар? Расскажите нам немного предысторию. Ну, вообще, на самом деле, эта терапия выходит из науки сексологии, да, и всех вот этих дисгормональных отношений, межличностных проблем, глубоких внутренних каких-то переживаний, которые изначально медики вывели как болезненное состояние для пациентов. Вот. А потом уже спустя долгие годы работы подхватили, конечно, психологи, психотерапевты, потому что все наши физиологические сложности, заболевания, которые, да, связаны с определёнными, они в том числе из-за нашего психоэмоционального состояния. Ну, да, вот давайте сразу же так разграничим. Всё, что у нас пациенты и всё, что болезни, это медицинская сфера. А мы сейчас говорим как раз о той самой норме, да, которую, в принципе, мы можем с помощью, например, методов психотерапии, да, психологии ввести, ну, как бы, на хороший очень уровень, да, чтобы люди, будучи в семейной паре, чувствовали себя полноценными, чувствовали себя реализованными, чувствовали себя счастливыми. Да, то есть, и это, конечно, огромная работа, да, врачей, сексологов, но, тем не менее, как ни крути без нас психологов, очень непросто бывает семейным парам даже начинать говорить о том, что между ними происходит. И приходя в пространство, да, именно как пара, семья начинает понимать, что где-то какие-то моменты в межличностных взаимоотношениях уже начинают спадать, а иногда даже и отходить на нет, потому что дети выросли, и вроде бы уже не надо. Вот. И люди просто забывают про себя, про партнера, продолжают жить. Вот. И на самом деле наука-то как теоретическое, да, направление. Именно сексуальная терапия, она сформирована всего лишь навсего там последние 45 лет. То есть, она появилась в конце 70-х годов, ну, 20-го века. Поэтому направление достаточно новое в терапии. Но, тем не менее, она и появилась как помощь семейным парам. И было разработано психотерапевтом и гинекологом, доктором гинекологом. Огромный труд написан по этому поводу. И они помогают людям справляться вот с этими сложностями. То есть, да, на их теоретической основе, да, люди погружались в изолированные условия. Это были либо базы отдыха там, да, либо какие-то медицинские центры, в специальное учреждение и в сопровождении психотерапевта. Каждый из партнеров проходил там личную терапию обязательно, совместную как пары, да, они проходили работу. Делали упражнения на восстановление и на восстановление вот этого вот общения, да, друг между другом. Вот. Ну и, собственно говоря, как бы, да, с этого все начиналось. Но сегодня ритм жизни очень ускорился, и у людей не так много свободного времени, да, погружаться в двухнедельные такие курсы, да, вообще как бы просто заняться этим вопросом, да, что у нас, признать, что у нас с этим есть... Какие-то задачи, которые надо решить, да. Сложности, да. Вот. И поэтому сегодняшний формат работы в этом направлении, это, конечно, там встреча раз в неделю, встреча раз в две недели, да, иногда это бывает и только с ней, или только с ним, вот. И после каких-то работ индивидуальных, да, пара встречается вместе в кабинете психотерапевта и продолжает взаимодействовать. То есть нет такого четкого понимания, что вы должны прийти сначала парой, да, а потом вас уже как-то изобразованы дробят. Сегодня уже нет, на самом деле, хотя с этого именно все начиналось, потому что все вот эти вот устои семьи, они были актуальны вот как раз в те 70-е, 80-е годы. И, собственно говоря, и к нам-то в России оно тоже, да, пришло как метод сохранения, улучшения взаимоотношений в семье. И, собственно говоря, наши-то коллеги подхватили это направление, потому что действительно это имеет место быть в жизни каждого человека семейного. Это, знаете, есть такой уже анекдот, да. Муж с женой идут подавать на развод, и жена говорит, слушай, а может еще перед тем, как в ЗАГС зайти, и мы с тобой до психолога дойдем, да, ну вот очень часто бывает так, что до психолога доходят потом вот как раз вот уже за несколько недель до развода, да. Хотя на самом деле есть великолепные, хорошо работающие методы психотерапии для семейных пар, которые могут семью, мало того, не просто сохранить, а еще и вывести на совсем другой уровень, да. Да, уровень, я бы сказала так, цветения, расцвета, когда будут довольны все выигрыши однозначно. Можно ли сейчас, Олеся, нам рассказать, вот с чем работает психотерапевт, с какими аспектами личности, да, когда семейная пара приходит к вам на прием? Если мы говорим сейчас о семейной паре, в первую очередь на что обращается внимание каждого из партнеров, это на то, а насколько вы близко сегодня там, да, доверяете друг другу, общаетесь, сколько времени вы проводите вместе. То есть тема доверия, да? Тема доверия. Так, дальше. Совместных интересов, да, и начинается это с самых мелочей. А что ваш партнер кушает на завтрак, да, какое любимое блюдо там, да, Какие-то предпочтения, да, даже, может быть, в цветах одежды, потому что, как правило, когда проходят годы, да, и настолько любимый человек уже становится близким и родным, что даже не замечается, иной раз, да, в чем он или она вышел из дома. Да, и особенности, да, уже как будто бы стерты, да, вот эти самые границы. Ну, все это стирается, и люди каких-то вот таких вот самых-самых малостей уже перестают замечать. То есть для мужчины становится нормой, что он должен прийти домой, жена его должна накормить. Жена приходит домой бегом-бегом, там, кухня, дети, какие-то, да, моменты. То есть действительно пара прекращает замечать друг друга. Пара перестает быть парой, да? Пара перестает быть мужчиной и женщиной. Да, мы срастаемся друг с другом до такой степени, что нам кажется, если я сейчас хочу посмотреть какую-то комедию или же, наоборот, трагик-комедию и поплакать, то, значит, мой муж просто обязан разделить со мной. Посидеть рядом со мной. Или прорыдать все это время, да? А он, посмотрите-ка, какой подлец, не хочет разделить со мной эти эмоции, да? Так, дальше. Очень важные такие аспекты задели насчет доверия, совместных интересов, совместного времяпрепровождения, да? Вот об этом тоже очень хочется поговорить. Да, совместное времяпрепровождение, это действительно при сегодняшнем ритме жизни становится у людей таким актуальным вопросом, потому что свободного времени нет. И, как было сказано, опять же, да, на Конгрессе такой акцент был поставлен. Друзья, вы не пробовали вписывать в свой ежедневник время для встречи друг с другом? Вот именно. Да, и назвать это вот только наше время. То есть у нас сегодня уже появляется во многих семьях, что нужно проводить время там папа-мама-дети. То есть, да, какие-то семейные ценности появляются. А вот именно что... Кроме детей еще есть, да? Кроме детей, что есть я и он, там, да, я и она. И отыгрывание полуролевых игр, да, вот этих, которые... Да, 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 да. Укрепляют семью, как никогда. Именно так было и названо. Часы для укрепления семьи, да. Представляете, Надежда, я была очень так приятно удивлена, что сегодня об этом уже на Международном Конгрессе в открытую, да, говорят специалисты и говорят, что... Ну, а мы с вами уже десятилетиями об этом говорим нашим клиентам, да, что обязательно должно быть это время для... Друг для друга. Да, да. Вот. И вот на этом был сделан такой акцент, что при сегодняшнем ритме это нужно делать, вписывать друг друга в свое расписание. Тайм-менеджмент нам с вами. Личной жизни. Да, 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 личной жизни. Нужно осваивать. Хорошо. Итак, вот семейная пара, которая понимает, что вот уже там 15 лет вместе, что уже как-то так немножко и присытились друг к другу, и вроде где-то так, может быть, кажется, что... А может быть, где-то еще интереснее и лучше, да, но тем не менее семья – это семья, и мне бы хотелось ее сохранить. И я даже в ежедневнике нашла место для моего любимого и дорогого. Да, например, там, когда все дети уехали там на дачу к бабушке, а я в это время не сижу в социальных сетях, а понимаю, что мое либидо просит встречи с моим любимым человеком. И он тоже нашел это время. И чем же мы заниматься должны в это время? Ну, если мы идем к базе, которая была создана, да, именно доктором-психотерапевтом, мастер Сэд Джонс, то они говорят о том, что нужно уделять время телесным ощущениям. Как красиво звучит. Вот именно прямо каким-то моментом, когда вот мы только начинаем встречаться, да, вот если вспомнить это вот состояние подростковой влюбленности, когда вот мальчик боится вдохнуть на девочку, там, девочка боится быть рядом, там, да, плечиком прижимается, и уже мурашки начинают бежать. Вот если вот вспоминать вот эти вот все состояния, вот эту вот некую влюбленность возвращать, да, вот в отношения, то начинается же все с малого, с прикосновения. Да, и мы начинаем с детками что делать, когда детки только-только появляются, да, мы трогаем пальчики, мы трогаем, да, ножки, вот с прикосновений. Возвращаем прикосновения, возвращаем вот эту вот трепетность обратно в отношения. Это первое, с чего вот вообще начинается семейная сексуальная терапия. Отлично. То есть, например, можете прямо сейчас нам привести пару-тройку примеров, ну, или один пример, который слушают, например, наши сейчас слушатели, и они понимают, что они это могут сделать со своей второй половинкой? Ну, мне очень нравится такое упражнение, когда мы прикладываем, да, ладонь свою к ладони партнера, да, это может быть зеркально, это может быть, как бы у меня правого партнера левая рука, пальчики должны быть разъединены, да, и каждый по очереди начинает, а можно одновременно, да, например, то есть так как рука соединена с рукой партнера, мы начинаем поглаживать легкими движениями, начинаем поглаживать, как бы свою и руку партнера, да, и вот если перейти вот просто к чувствованию, закрыть глаза, прислушаться к себе, там, включить там трёх-пятиминутную какую-нибудь приятную, да, композицию в сопровождении, просто отдаться этим ощущениям. То есть прислушиваться к себе, да? Прислушиваться к себе. А нравится ли мне его прикосновение? А что нового я в этих прикосновениях черпаю, да? Что я чувствую, что я получаю от всего, от этого, да? Да, как я отдаю, как я принимаю, да, ведь это же процесс не только я для него, но ведь ещё и он для меня в эти моменты. Это можно... Наслаждаться. Сначала наслаждаться, потом понимать, что я становлюсь всё богаче и богаче, потому что рядом со мной великолепная моя вторая половинка, да? И это скрепляет, укрепляет и радует. Ну, а если мы говорим, опять же, да, об упражнениях, которые возможны и понятны для каждой пары, это массаж воротниковой зоны. Как бы ни было это... Банально? Банально, но тем не менее, когда ты своему дорогому человеку делаешь массаж воротниковой зоны, да, просто притрагиваясь лёгкими движениями, не зная там каких-то правильных направлений, техники массажа, да, просто гладишь зону волос, шеи, то у партнёра уже появляется ощущение того, что он... Его принимают. Да, вот он вот здесь вот, да. И очень важно в этот момент, что ещё сделать, настроиться с дыханием. Так, про дыхание поподробнее. Про дыхание поподробнее. То есть прислушаться к тому, как он дышит. Да, если я сейчас говорю про женщину. Это как и дышит ли вообще в это время, да? А может быть, вообще замирает и ожидает, да, что вот... А что будет дальше? А что будет дальше? Вот. И вот это состояние, когда ты слышишь его, слышишь себя, и понимаешь, что ты доверяешь уже просто своим рукам и ощущениям, это, конечно, не три минуты прийти помять, чтобы там, да, как-то... А потом сказать, твоё время вышло, дорогая. Теперь моя очередь, давай меняться. То есть это, конечно, нужно делать... Саностройка такая, да, своего рода. То есть я готов тебя услышать. Но мне кажется, вообще очень важно современному человеку в семье вести постоянный диалог. Чего, кстати, совсем-совсем становится мало, когда проходят годы. Когда кажется, что мы понимаем друг друга молча, что уже всё, что можно создать, создано, что... Всё уже проговорено. Всё проговорено, да, всех всё устраивает. Ну, мы же живём дальше, да. Ну, что тебя не устраивает, как спрашивает иногда партнёр. Да вроде как-то есть, что не устраивает, а сказать-то об этом нельзя. А вот я всегда говорю, что давайте первый самый шаг, который мы делаем, да, вот именно в сексуальной терапии семейных пар, это учимся говорить о том, чего мы хотим. Обязательно. И учимся слышать другого человека. Вот чего же он хочет или не хочет. И не перебивая, что он хочет или не хочет. А вот уже потом будут и доверие, и совместные интересы, и хорошее времяпрепровождение, и наполнение друг другом ощущением гармонии, да, и всего остального. Хорошо. А по поводу дыхания всё-таки? Дышим как? Ну, вообще самое правильное – это вдыхать глубокий-глубокий вдох, делать носом. Стараться наполнить не только лёгкие, но и живот. И только потом уже начинать выдох. А вообще, знаете, попробуйте, вот сегодня приедете домой вечером, да, лягте рядом с супругом, положите свою руку одну на его грудь, и вторую на свою грудь, да, и попробуйте вместе подышать в унисон. Вот это дорогого стоит, потому что ты понимаешь, что мужчины дышат совсем по-другому, не как мы женщины. И когда мужчины пытаются подстроиться под нас, под женщины, это тоже особая магия. Или же, когда мы это делаем, а потом, когда вы вдруг понимаете, что вы дышите друг с другом в унисон. О, это дорогого стоит. Хорошо. Итак, что ещё входит в понятие сексуальной терапии семейных пар? Происходит ли здесь разбор полётов? Когда люди говорят о том, что вот ты знаешь, вот мне не нравится, как в какой-то там одежде ходишь по дому, а мне вот не нравится, как ты там ужинаешь, оставляя после себя там кучу крошек. Это не тема сексуальной терапии, да? Если мы говорим именно о сексуальной терапии, конечно, это не тема. В сексуальной терапии мы живём тем, что мы живём рядом. Учимся возвращать то, что утрачено с годами в отношениях. И, собственно говоря, это всё делается в другом формате терапии. В межличностной, семейной, да, в индивидуальной терапии. Потому что, как ни крути, мы приходим, создаём семью, каждый со своим багажом. Мы приходим в отношения, каждый со своими убеждениями, со своими сценариями. И вообще у каждого есть картинка мира. И интересно бывает слушать, когда люди прожили долгие-долгие годы, что «а я вот это от тебя ожидала, я вот это от тебя ожидала». А люди уже живут там более 10 лет вместе, у них подрастают дети, всё хорошо. И они всё ещё живут ожиданиями. Но они всё ещё живут ожиданиями. И на самом деле вопрос такой хороший, потому что это про разные виды взаимодействия в семье. И как с этим быть? Нужно понимать, что эта тема не этого формата работы. Хорошо. Тогда расскажите мне всё-таки вот эти ролевые игры, которые иногда позволяют нам выйти из той роли, которую, например, муж или жена всегда видит. Как это приветствуется в сексуальной терапии семейных пар? Когда, например, женщина всегда исключительно такая классическая дама, и она не может себе позволить быть хулиганкой, не может себе позволить быть какой-то... Не знаю, я не знаю, какой. На самом деле мы сталкиваемся с... Психодрама. Мы можем сюда с вами? Психодрама используется легко. Но почему приходим к этому? Опять же, хочется две капли всё-таки сюда добавить. Потому что есть пережитый опыт. Бывают иногда очень болезненные переживания, переживания связаны с какими-то травматичными ситуациями, с какими-то кризисными моментами в жизни того или другого партнёра. И о которых очень часто партнёр может даже не догадываться. То есть, как правило, к психотерапевту приходят, если физиологически с человеком всё в порядке. То есть он здоров. Он просто начинает осознавать, что у него такие-то и такие-то моменты в его... Жизни. В межличностных каких-то взаимоотношениях его не устраивает. Хорошо. Итак, значит, всё, что мы связываем с... Выступить в той или иной роли. Например, девушка всегда была в роли пассивной. А тут вдруг она берёт раздеправление вообще в общении, в сексуальной своей жизни. Играет, отыгрывает совсем непривычную для мужа роль. Тоже нужно это всё делать очень осторожно. Посмотреть, насколько вообще это приемлемо для той или иной пары. Ну и мы всё-таки говорим сейчас про норму. Но если вдруг какие-то отклонения есть, например, то тоже всегда это делается с разрешения второй половинки. Нужно учитывать всё-таки, да. Если я хочу добавить какого-то перца, там, из соли в ту или иную нашу личную жизнь. То есть это всегда, опять-таки, в диалоге. Всегда это сначала предварительно обсуждается, взвешивается, да, все за и против. Сейчас, наверное, меня слушают и скажут, ну а как же экспромт? Так вот мы помним о том, что экспромт – это самое лучшее, когда всё обдумано и заранее обговорено. Ну потому что вы всё-таки семейная пара, что немаловажно, да? Хорошо. Итак, давайте какие-нибудь такие практические у нас, так как программа «Практическая психология», практические рекомендации семейным парам с точки зрения психотерапевта, психолога, которые, можно сказать, уже живут долго друг с другом, уже ничем их не удивишь, но что-то хочется поменять в личной жизни. Ну если мы начинаем говорить, да, про то, что это телесные ощущения, можно как рекомендацию дать семейной паре проводить время вместе. То есть это посещения совместные, может быть, кабинетов СПА, да, сегодня это разнообразные очень услуги, да, именно парный массаж. Это могут быть какие-то банные комплексы, да, когда делается и массаж, и разогрев тела, и бассейны вода, да, всё это приветствуется. Именно какие-то моменты совместного времяпровождения. К этому же можно добавить, если мы говорим о физическом здоровье в первую очередь, да, практики йоги. И они могут, они должны быть... Парные, да? Да, они должны быть именно не групповые, они должны быть парные. Это направление фитнеса сегодня тоже достаточно активно развивается, и когда пара начинает дышать в унисон, это, конечно, дорогого стоит. Мне лично очень, по крайней мере, в отношениях помогали парные танцы, да, вот эти вот вальсы, да, когда ты чувствуешь своего партнёра. Ну, не каждый партнёр идёт танцевать. Да, и это же тоже об определённых наших ограничениях, которые каждый сам себе придумывает. Смотрите, я сейчас поделюсь опытом. Да, конечно, это же может быть и на уровне, например, какой-то там, не знаю, там, сейчас очень много клубов танцев, да, там всевозможных направлений, да, а ведь это может быть просто вовремя включенная музыка, рука положена на плечо. Романтическая вечерина, да. Да, взгляд на глаза в глаза, и тихие, ну, тихие слова на ушко, что так давно не танцевали, почему бы нет. Именно романтические вечера и создание какой-то обстановки, и можно пробовать даже это делать вне дома. То есть, да, мы же, когда создаём отношения, мы не всегда начинаем создавать эти отношения в той квартире, где мы дальше живём, как семья. Конечно. Устраивать себе какие-то романтические выезды. Одна из рекомендаций, да, тоже для семьи. Что ещё можно использовать? Я ещё по поводу, да, совместного препровождения. Вот, опять-таки, мы же всё личным ещё опытом делимся, да. Великолепно, по крайней мере, у меня и у моих знакомых заходят тематические вечеринки, да. Например, сегодня у нас всё на кухне, всё там ямайское, ямайский там напиток, ямайский салат, ещё что-то, и наряды у нас тоже сегодня ямайские, да. Ну, то есть, опять-таки, мы просто выходим за те рамки, в которых нас приюли. В которых мы живём, да, живём, и на свете, да. И чтобы к этому прийти, нужно выбирать все как раз ограничения личности. Да, а потом, это главное начать с женщинами, а потом мужчина уже спрашивает, а когда у нас будет вечеринка, вот у тех-то, тех-то, и мы тут же сами все вместе придумываем, какого она будет у нас направления, да. Это тоже из разряда давайте немножко почувствуем друг друга, да, почувствуем новые вкусы, новые ощущения, новые танцы. Но это всегда начинается жена здесь с себя. Ну, конечно, конечно, конечно. То есть, этот шаг всегда делает, чаще всего, женщина. Но я знаю великолепных мужчин, которые предлагают, да, которые, например, они дают вам идею, а вы уже, пожалуйста, реализуйте её. Я думаю, что таких тоже много встретите в своей жизни. Хорошо. Что ещё? Что ещё? Можно попробовать подарить красивые фотографии себя. Да, великолепно, да? Фотосессию. Женщина может сделать, мужчина может тоже сделать. Причём это должно быть не обязательно в таком, в нашем понимании, семейная фотосессия. Никакой, больше не семейная, именно подарить себя. Да, пусть это будет такая фотосессия ню, да? Вот можно вот так, это правильно называется. Можно и так называть, да. И тогда мужчина увидит, какая же шикарная женщина рядом с ним, да? Тем более, благо, сейчас у нас столько есть всевозможных программ, которые уберут все твои несовершенства у самой совершенной женщины на свете. Да, кстати, и мужчины тоже великолепно смотрятся на фотографиях. Так что разглядываем, смотрим, наслаждаемся. Ещё что можно? Что ещё? Посещение совместных кинотеатров и театров. Просмотров. Просмотров каких-то. Красивых лент. Ну, присоединение совместных интересов, про что мы разговаривали. То есть очень же часто мы расходимся по разным комнатам, и каждый смотрит. Кто-то футбол, кто-то социальные сети, да? Ну да, чтобы сам другу не мешать. Да, телевизоры ставятся, чтобы у каждого был в комнате, чтобы мы друг другу не мешали. А в итоге нас всё это уводит друг от друга всё дальше и дальше, да? А наша с вами задача, как мудрых людей, да? Наоборот, с каждым днём быть всё ближе и ближе друг к другу. Ближе и ближе друг к другу. Очень хочется встретить старость с человеком, да, которого, ты знаешь, всего до конца окажется, да? И тем не менее он тебе будет казаться незнакомцем. Ах! Такая перчинга прямо, да. Да, пусть будет так. Хорошо. Что ещё? Я думаю, что очень многие слушатели, наверное, сами сейчас для себя тоже как-то прорицовали какой-то такой определённый вариант. А вот можно было бы сделать вот так. И я надеюсь, что это у вас... И нужно просто брать и реализовывать. Да. И не оставлять это как идею. Говорить, да потом я когда-нибудь это, может быть, сделаю. А ещё мне кажется, что осень как раз тот самый период, да, времени года, когда хочется вот именно таких душевных состояний, тепла и уюта, каких-то дружеских встреч, каких-то прикосновений. И поэтому мы с вами ни в коем случае не уходим в хандру и в поиск смысла жизни, да, а пытаемся открыть что-то новое в весьма знакомом нам человеке, коим является, например, ваша супруга или же ваш супруг. Ну что, можно на этом, наверное, и точку поставить, да, судя по всему? Или есть ещё какие-то рекомендации нашим слушателям молить? Ну вот больше в голову, наверное, ничего не приходит. Кроме того, что хочется сказать, что не забывайте друг другу делать приятно, согрев просто чайник и налив дорогому человеку чашку чая. Ароматного чая. Спасибо большое. Ну что, сегодня у нас в программе «Практическая психология» была тема сексуальной терапии семейных пар. И мне эту тему помогала раскрывать психолог-психотерапевт Олеся Чучалова. Олеся, спасибо вам большое. И вам спасибо. Ну а мы всем желаем любви, счастья и нежности. Практическая психология. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok